27 сентября состоялся последний решающий день референдума. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за присоединение регионов к Российской Федерации. Процедура голосования прошла и в городском округе Люберцы. Подробности расскажут мои коллеги. Голосование о присоединении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России прошло при поддержке Центральной избирательной комиссии России. На участках, где проходил референдум, работали наблюдатели. Для каждого, кто пришел выразить свое волеизъявление, этот день стал историческим и судьбоносным. Сегодня я проголосовала за присоединение. Я за мир, я за воссоединение со своими родными. Я за улыбку детей, я за то, чтобы они все радовались, жили, за стабильность. Я хочу обнять своих родных и близких, чтобы они были рады и счастливы. Я вместе с ними. В 2014 году я голосовала на первом референдуме за выход из Украины. И все это время мы ждали. У меня муж был жив, но уже умер, потому что стресс, обстрелы – это кошмар. Мы жили в Горловке. После этого я приехала сюда, к сыну. Но когда я услышала за второй референдум, естественно, я обрадовалась. Так же, как все наши. Все мы ждали. У меня связи. Мы постоянно на связи с Горловскими. Там все сидят под обстрелами, но все ждут. Все ждут. И ждут 30-го числа, когда нас признают в составе России. Коренная луганчанка жила в Луганске. Выехала из Луганска в августе 2015 года. То, что там происходило, это очень больно было для меня. Уже тогда, в 2014 году, Луганск говорил о том, что нужно соединиться с Россией. Что мы часть России, историческая часть России. Поэтому сегодня, когда есть возможность сказать свое слово за это соединение, я, естественно, нахожусь здесь. Избиратели, которые в силу возраста или здоровья не смогли посетить участок лично, проголосовали на дому. Супругам Людмиле и Николаю за 80 всю жизнь прожили на Донбассе, в городе Первомайск. Трудились в угольной промышленности. И встретить старость планировали там. Сегодня они тоже принимают участие в референдуме. Но по воле судьбы. Пока не у себя дома. Только началась эта заваруха. У нас был собственный дом. С того дома мы достали тарелочку одну. Больше ничего. Все остальное разбито. Большое вам спасибо. Я очень рад, что я опять пошел в Россию. Отец русский, мать русская. Но так получилось. Всю жизнь прожил на Донбассе. Николаю 70 лет. Семья перебралась в Люберце в мае. Недавно он перенес инсульты и прийти на участок тоже не смог. Но отдал свой голос за то, что считает правильным. За то, о чем вместе с земляками мечтал много лет. За объединение с Россией. Мария Антонова, Луиза Егязарян, Алексей Абрамов, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.